9 апреля 2019 год сегодня я делаю 1 2 3 4 грядку розума я приготовил вот тут не гнилые свежие столбики бруски для того чтобы заложить ниже уровня ниже вот этого уровня земли ниже уровня на который легли вот эти лаги здесь примерно вот на ладонь высота относительно вот этого высота на ладонь дальше уже начинается неплодородная земля поэтому я ее не выкидываю я специально здесь сделал вот половину до мостика вырыл выкинул вот сюда в канавку это плодородная земля потом я ее раскидаю в эту сторону и в эту чтобы здесь были справа и слева вот здесь будет ложбинка посередине здесь посередине будет ложбинка грядка слева грядка справа так сейчас я сниму с другой стороны вот здесь бревна приготовлены они лягут здесь два ряда вот вид со стороны выкопанные канавы видите вот так я сейчас пройдусь по всей длине снизу будут лежать бревна вот эти потом будут лежать менее крупные ветки вот такие вот такие ветки с большой палец толщиной потом будут лежать с палец с мизинец кусты старые малины и сверху мы навалим листья или сена то что есть продолжение следует вторую операцию я закончил 12-30 уложил слоем примерно таким который я вынял вынул то есть сантиметров 15 ниже уровня прохода свежими деревьями на всю длину а также подготовил привез листья которые заготовлены в прошлом году от коммунального хозяйства города я привожу каждый год тележку органики на свой участок сейчас я пройдусь вот по этой грядке покажу вам как уложены они не очень плотно чтобы воздух туда проникал аэробные бактерии будут работать на большой глубине сверху будут лежать ветки потом сверху веток кусты засохшей малины продолжение следует 17 часов и уложил ветки и хворост на бревна оставила здесь около метра чтобы было видно последовательность работы несколько раз прошел по этим веткам сапогами вот так с хрустом чтобы их уплотнить следующий слой у меня будет старые ветки малину заходящее солнце продолжение следует 18 часов я положил третий слой еще потоньше слой старые малины сухой здесь я оставил чтобы было видно сначала идут бревна потом ветки потом идет более мелкая малина вот так здесь мостик который соединяет два ряда досок чтобы они не расходились в сторону здесь колышки забиты на 20 сантиметров землю и закреплены саморезом через два метра примерно кошки все эти короба сделаны из окон дворца культуры который нам отремонтировал бывший губернатор орловской области орлова Светлана так что у нас теперь новый дом культуры а у меня на фазенде короба эти короба я делаю лет на десять чтобы после не копать на один раз повозиться и питаться своими овощами продолжение следует 18.30 я уложил последний слой вот отсюда из мешков листья и так пройдемся сначала вот здесь тропинка рядом с брусьями ниже тропинки ниже уровня тропинки лежат бревна на бревнах лежат ветки выше веток веточки от малины более мелкие и дальше последний четвертый слой органики это прошлогодние листья в них уже даже в мешках завелись черви я прохожу опять до конца грядки длина которой метров 15 потом мы померяем с надеждой солнце уходит за лес а я сейчас буду ту землю которую я вынул при рытье траншеи закидывать тоненьким слоем так чтобы этот слой был ниже уровня грядки сантиметров на 10 и сюда в этот слой мы будем насыпать потом траву солому пищевые отходы вот в прошлом году мы уже заложили на примере этой грядки солому сухое сено вот видите солома гораздо ниже уровня грядки здесь мы будем сеять в этом году картошку на вот этих двух рядках а на этих все или в том году картофель он был в парше поэтому будем сеять здесь морковь продолжение завтра 9 апреля я решил сегодня фильм закончить сейчас я пройдусь по грядке снова расскажу ниже уровня тропинки лежат бревна по всей длине затем ветки затем более тонкие ветки сухая малина затем слой сантиметров 5 листвы прошлогодние сверху я насыпал сантиметров 5 плодородной земли но ниже уровня тропинок видите под мостом там прогал это для того чтобы сюда потом подсыпать пищевые отходы летом и зеленую траву для повышения плодородия до конца я уже там сделал все вот в эти гряды шахматном порядке будем сажать данном случае здесь морковку но не шахматном порядке морковку почаще это картошку в шахматном порядке теперь я вам расскажу для чего все это делается смысл теплой грядки розума в том что вот эти бревна затем сучки ветки сухие ветки малины листья или сена вместо листьев они будут переплевать и давать во первых углекислый газ для строительства массы растений во вторых будут давать тепло для червей бактерий за счет разложения дерева третьих дерево очень хорошо удерживать в себе влагу то есть корни будут тянуться корни с грядки будут тянуться вот сюда и к воде и к питательным веществам причем эта грядка будет работать не один год пока все бревна не перепреют кроме того такая рыхлая структура дает возможность туда поступать кислороду и еще черви не могут жить без земли для того чтобы переработать листья и ботву всякую им нужен песок они пропускают его через свой пищевод поскольку у них нет зубов они этим песком дробят растительные остатки все это я узнал от бублика царство ему небесное а также от бублика я узнал про глядку розума мы надеемся здесь собирать не один год хорошие урожая картофеля морковки свеклы вводя севооборот с вами был николай полыга подписывайтесь и вы видите какие урожая у меня застекленной тремя слоями рам оранжереи как растет кишмиш какие печи я сделал подписывайтесь и вы будете в курсе всех наших разработок подписывайтесь и подписывайтесь и подписывайтесь и ставьте лайки 바�